Я приветствую вас на своем канале. В этом выпуске собрала для вас новости по Турции, которые поступали за последнюю пару дней. Мы сразу приступаем к их обзору. И для начала хотелось бы вам сообщить о пожаре, который вчера вспыхнул на курорте Марморес. Как сообщается, пламя охватило лесной массив, а затем и вовсе перекинулось на один из отелей. По информации СМИ, гостиница принадлежит Министерству культуры и туризма Турции. Отмечается, что возгорание началось примерно в 15.40 по местному времени в лесу рядом с курортом Ичмелер. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться и дошел до жилых построек. Охвачен пламенем оказался и отель, где ученики местного колледжа туризма на данный момент проходят практику. В СМИ не уточняется название гостиницы, но по предварительным данным это Union Palace. На данный момент власти Турции уверяют, что весь персонал и постояльцы гостиницы эвакуированы. К тушению огня вчера было привлечено 5 самолетов, 10 вертолетов, турецкие военные, 10 пожарных машин и около 150 спасателей. На данный момент причина возгорания не уточняется, но по предварительной версии, которую озвучил мэр Мармориса, причиной стали неполадки с сетью трансформаторов. Мы переходим с вами к следующей новости. Буквально на днях стало известно, что в одном из отелей Турции более 200 туристов выселили из гостиницы прямо во время отдыха. Как уточняют СМИ, среди отдыхающих были граждане России, Украины, Дании, ну а также местные жители. Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле, который называется Palmet Bodrum, а ранее носил название Middletown. Сообщается, что люди прождали перед опечатанным входом около пяти часов, некоторые отдыхающие пытались прорваться внутрь через оцепление, позже туристов развезли по другим гостиницам. На данный момент пока не ясно, путешественники самостоятельно бронировали этот отель, либо же приехали по линии туроператоров, но если мы зайдем на сайты бронирования отелей, то увидим, что сейчас он не представлен в списке. Одна из туристок, которая проживала в данной гостинице, рассказала, что они просто-напросто оказались на улице и не понимают, что происходит. Кроме того, она подчеркнула, что, конечно, будет обращаться в суд. При этом сами представители отеля Palmet Bodrum и вовсе отказались от каких-либо комментариев. Ну, понятное дело, выселить более сотни туристов прямо во время отдыха, какие комментарии тут можно дать? Давайте разбираться, в чем же причина, почему туристы оказались на улице, а все дело в том, что у гостиницы были проблемы с документацией. Еще в середине июля руководство отеля получило предписание о приостановке деятельности, но туристов продолжали принимать. Власти просили владельцев Palmet Bodrum устранить утечку воды, которая могла загрязнять пляж. Для возобновления работы отелю понадобится решить проблему и получить документы об оценке воздействия на окружающую среду. Вот такая вот неприятная история произошла с туристами, которые отдыхали в Palmet Bodrum прямо посреди отпуска. Их заставили выселяться, некоторые из них вообще не поняли поначалу, что происходит. В итоге их разместили по другим гостиницам. Конечно же, вина лежит полностью на отеле Palmet Bodrum, который вовремя не подготовил всю необходимую документацию. И, кстати говоря, мы плавно переходим к следующей новости. С сегодняшнего дня отели Турции могут получать только государственные звезды. Давайте разбираться, что это означает. Дело в том, что до сегодняшнего дня в Турции существовало два вида сертификации отелей. Большинство отелей получали сертификаты государственного образца, то есть напрямую от Министерства культуры и туризма Турции. Но также были и гостиницы, которые получали свои сертификаты от муниципалитетов, которые, по сути, не присуждали им какие-либо звезды, но давали разрешение осуществлять деятельность в области туризма и принимать гостей. Ну в чем же здесь проблема, спросите вы? Ну подумаешь, отель получил сертификат не от государства, а от местного муниципалитета. А дело в том, что муниципалитет не присваивает звезды отелям, а лишь дает разрешение на осуществление деятельности. То есть, по сути, они могли поставить себе любое количество звезд по своему усмотрению. Ну а дальше рекламировали свои объекты на сайтах бронирования отелей, в том числе и на сайтах туроператоров, как четырехзвездочные, пятизвездочные отели, что, конечно же, очень неправильно. Конечно же, такое самовольное присвоение звезд собственному объекту размещения приводило к многочисленным скандалам. Зачастую туристы бронировали, допустим, четырехзвездочную гостиницу, приезжали в отель, а по факту там даже и на три звезды объект не тянул. Но теперь ситуация должна в корне измениться. Ведь дело в том, что еще в 2021 году власти страны приняли закон, согласно которому теперь звездность отелям и любым объектам размещения будет присваивать лишь Министерство культуры и туризма Турции. Муниципальные сертификаты в Турции действовать перестанут вообще. До 29 июля действовал переходный период, и объектам с муниципальными сертификатами нужно было подать заявку в региональное управление Министерства по культуре и туризму Турции и взять упрощенную лицензию на эксплуатацию, чтобы затем пройти полноценную сертификацию по государственным стандартам и получить настоящие звезды. Таким образом, получается, что те гостиницы, которые до 29 июля не получили упрощенную лицензию, будут и вовсе закрыты. Те же гостиницы, которые получили упрощенную лицензию, не могут себя рекламировать как звездные отели. Это им строго запрещено. Звездность отелям в Турции теперь будет присваивать исключительно государство по единым стандартам. Уверена, что у очень многих из вас сейчас возник вопрос, теперь после принятия и вступления в силу нового закона, как-то он может повлиять на ваш отдых? Как уверяют на сайте Ассоциации туроператоров России, тех туристов, которые покупали свои туры в Турцию через туроператоров, новый закон никак не коснется. Дело в том, что большинство туроператоров работает с отелями, у которых изначально была государственная лицензия. Конечно же, в предложениях туроператоров можно найти и те гостиницы, у которых был муниципальный сертификат, но, как уверяется, все они получили свою временную упрощенную лицензию, которую нужно было сделать до 29 июля. И в скором времени пройдут настоящую проверку и уже потом получат свой государственный сертификат. Какие же отели в первую очередь могут пострадать от нового закона? Конечно же, в первую очередь это мини-отели, городские отели, бутик-отели, ну а также гостевые дома, которых очень много можно найти на курортах Кемер и Алани. Эксперты уверены, что даже если они получили упрощенную сертификацию, после они вполне вероятно могут закрыться, поскольку не смогут пройти государственную сертификацию. Конечно же, в первую очередь эта новость неприятна для самих объектов размещения, которые рискуют не пройти государственную сертификацию и, соответственно, будут закрыты. Ну а также новость недостаточно приятная и для самостоятельных путешественников, которые бронируют номера в отелях через интернет. Многие любят селиться в маленьких городских отелях, бутик-отелях. Но теперь, после принятия нового закона, эксперты предполагают, что таких отелей станет гораздо меньше, а значит, выбор будет схуднее. Вот такая вот новость по поводу присвоения звезд отелям Турции. Теперь этим будет заниматься исключительно Министерство культуры и туризма Турции. Прошу вас, не забывайте ставить свои замечательные пальчики вверх под этим роликом. Они помогают мне в развитии канала. Я заранее вас благодарю. Ну а теперь небольшая, но достаточно приятная для путешественников новость от туроператора Аннекс Тур, которая вчера появилась на туристических порталах с пометкой «Молния». Дело в том, что туроператор запускает рейсы в Доминикану. Рейсы будут осуществляться со стыковкой в аэропорту Анталии. Вот какую информацию дает сам Аннекс Тур. Цитирую. «Новые туры будут построены с перелетом через Турцию со стыковкой разной продолжительности в зависимости от города вылета в Россию». Эксперты напоминают, что в распоряжении турецкого холдинга, к которому относится туроператор, имеются собственные самолеты, в том числе и дальнемагистральные. Кроме того, специалисты не исключают такой сценарий, когда туроператор будет задействовать самолеты новых турецких авиакомпаний, которые базируются в Анталии и были созданы специально для перевозки российских туристов. Вот такая вот новость поступает от туроператора Аннекс Тур. Теперь можно будет летать в составе турпакета в Доминикану с пересадкой в Анталии. Ну а туроператоры продолжают нам объяснять, почему же в этом сезоне такие огромные цены на путевки в Турцию, ну а также в Египет. Думаю, уже ни для кого из нас не секрет, что в первую очередь такие высокие ценники связаны с дефицитом авиаперевозки. Но теперь эксперты расширяют свой анализ и объясняют, почему сейчас туроператоры вообще не предлагают туры со скидками, почему не найти горящие туры. Давайте посмотрим, в чем же таится причина. Так, глава туроператора Space Travel подчеркивает, что сейчас ситуация на туристическом рынке России далека от благоприятной. Ведь дело в том, что имеются ограничения на рейсы с странами, которые пользовались наибольшей популярностью у российских туристов. Конечно же, имеются рейсы в Турцию. И действительно, в этом сезоне она бы могла оттянуть на себя большую часть турпотока из России. Но и здесь опять-таки же мы сталкиваемся с проблемой дефицита рейсов. Ввиду чего цены на путевки в Турцию и в тот же Египет повышаются, и такие ценники оказываются недоступны для массового туриста. Кроме того, эксперт подчеркивает, что ранее туроператоры, когда у них были собственные чартерные рейсы, боролись за своего клиента. Но теперь такой конкуренции нет. Ведь мы помним, что большинство туроператоров сейчас выкупают блоки мест на одном и том же самолете. Эксперт подчеркивает, что после того, как Турция и Египет сняли ковидные ограничения, эти направления начали привлекать туристов и из других стран. И получается, что сейчас что у отелей Турции, что у отелей Египта достаточно туристов, и они не ведут активную деятельность по привлечению клиентов. Борьба за нашего туриста вялая. Туристы едут и так. Так, если мы взглянем на картину в целом, то увидим, что на данный момент из массовых направлений доступны только три варианта. Это Турция, Египет и Арабские Эмираты. Но, как подчеркивает эксперт, на данный момент в Египет очень мало прямой авиаперевозки. А если брать Арабские Эмираты, то все мы прекрасно знаем, что летом там очень жарко, и немногие туристы хотят отдыхать в такую жаркую погоду. Кроме того, эксперт делает свои прогнозы по поводу отдыха в Турции предстоящей зимой. И здесь он также не высказывает каких-то оптимистичных прогнозов, сообщая, что Турция, скорее всего, на зимний сезон останется, но вряд ли прямые перелеты сохранятся в тех же объемах, что есть сейчас. Будут Эмираты, где рады российским туристам, а дальше сложнее. Это Мальдивы и Сейшелы, которые точно нельзя отнести к бюджетным вариантам отдыха. По мнению специалиста, более доступной альтернативой на зиму может стать Юго-Восточная Азия. Но и здесь, конечно же, все будет зависеть от цен на билеты. Если зимой будут наблюдаться такие же ценники, которые мы видим сейчас, то, конечно, Юго-Восточная Азия будет недоступна массовому туристу. Туристы летят в Таиланд и сейчас. Средняя цена билетов на стыковках в Таиланд начинается от 60-80 тысяч рублей. Но нередко перелеты обходятся и в 120-140 тысяч рублей на человека. Не все готовы лететь с пересадкой в 5-6 часов, в то время как с прямыми перелетами турпакеты в Таиланд обходились в 150 тысяч рублей на двоих. Вот так вот глава туроператора Space Travel объясняет высокие цены на туры в Турцию и Египет и делает свои прогнозы на предстоящую зиму. На сегодня у меня получились вот такие вот новости. С вами, как обычно, была Катя и мы увидимся в следующем ролике.